К старту рабочие основательно подготовились. Все необходимое было техника, оборудование, стройматериалы и понимание особой важности тех задач, что поставлены заказчиком администрации Сочи перед генеральным подрядчиком. На данном этапе мы уже возвели основные три корпуса. Далее у нас идут фундаменты одного из основных корпусов самого здания школы, а также фундамент дошкольного учреждения на 60 мест. Уже четвертый месяц идут работы на строительстве социального объекта. Ежедневно здесь трудятся свыше 50 строителей. В первый день нового учебного года на стройку приехал глава города Анатолий Пахомов. Для мэра Сочи принципиально важно лично увидеть и оценить ход строительных работ. Особых претензий не прозвучало, однако глава города отметил, важно четко следовать рабочему графику. Я хочу сказать, что у нас идут только начальные работы, надо построить корпус. И, честно говоря, задача, которая стоит сегодня перед строителями, это освоить в этом году, то есть 2017, 300 миллионов рублей. Это значит, что здесь к концу года должен был в полном объеме в бетоне с крышей и с дверями и окнами без отделки внутренней должен стоять корпус школы. Один, друг, пять корпусов даже. Четвертый, шестой – это детский сад. Надо сегодня иметь дорожную карту, которая четко распределит каждый день, какое количество работников нужно, какое количество бетона нужно, и будет особый контроль. Вместе с Анатолием Пахомовым объект проинспектировал и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Директору школы Ольге Рудниченко, которая пришла сюда 20 лет назад сразу после окончания института, строительство школы до сих пор кажется событием во многом сказочным. Школа не покрывала всех потребностей, которые нужна была детям нашего микрорайона. Было очень мало учебных кабинетов, отсутствовал спортивный зал. Ну, новая школа, она исполнит все наши мечты, новые возможности. Это самое яркое событие, которое жду не только я, а все жители поселка, дети, взрослые. Потому что школа – это самый главный социокультурный центр. На северной зоне нет ни одного досугового места, где дети могли бы проводить время, вечернее время, заниматься танцами, заниматься рисованием. Появится новая школа, конечно, она откроет возможности для каждого. Строители планы скорректируют, графики работы плотнят, резервы изыщут. Чтобы 1 сентября будущего 2018 года в школе прозвенел первый звонок. И расположившийся по соседству новый детский сад принял своих воспитанников. А пока строителям нужно постараться и успеть до сезона осенних дождей возвести коробки зданий и школы, и детского сада, а также завершить кровельные работы. Сейчас помимо школы в Совет Кваджи возводится дополнительный корпус школы номер 100 в Адлерском районе. 1 сентября приняла учеников новая школа в селе Верхняя Беранда. В следующем году начнется строительство еще шести школ и отдельных корпусов в разных районах города. На Мамайке, Макаренко, Виноградной, Масесте и Дагомысе. Решается и проблема нехватки мест в детских садах. За последние годы в Сочи построены 19 отдельных детских садов и пристроек существующим. Последний открылся в селе Черешня в начале августа. 20-й детский сад сейчас возводят в Лао. В перспективе строительство новых детсадов на улице Фабрициуса, в Кудепсте и селе Раздольное. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.